Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Волейбольное обозрение и я Евгений Монрохович. Ну вот впервые в сезоне 2023-2024 наша главная профессиональная волейбольная команда «Жемчужная Полесе» пришла в зал физкультурно-оздоровительного центра «Полесья»-арена. На прошлой неделе наша главная профессиональная волейбольная команда «Мозорского нефтепрорабатывающая завода «Жемчужная Полесья» перешла к решающей стадии подготовки к официальному игровому сезону, начав тренироваться в физкультурно-оздоровительном центре «Полесья-арена», где волейбольная дружина и принимает соперников в матчах чемпионата и Кубка Республики Беларусь. Тут же проводятся тренировки, словом, полный боевой режим, и все службы – административные, тренингские штабы – несут свой волейбольный «Карул» во благо родной и любимой команды. Насчет команды, конечно. Команда обновилась где-то процентов на 80. Очень много молодых игроков. Посмотрел на сборах в Тихиничах. Все девочки адекватные, старательные, тренировались с душой, с огоньком. Ну, на первый взгляд, я так приятно удивлен. Приятно было видеть и одну из героинь недавно завершившихся «Игры стран СНГ» Лию Захаркевич, которая сразу же переключилась с матчей сборной команды страны в 2008-м году рождения на тренировки своей клубной дружины. Мне без тренировок сложно, и хочется приходить и доказывать, что ты можешь, и выкладываться на все 100%. Марина Бородковская, София Сапоненко, Лия Захаркевич – это воспитанницы, специализированные детской и юношеской школы Олимпийского резерва «Жемчужна Полесье», одержавшие в составе сборной Республики Беларусь победу на играх стран СНГ. А они, игры, превратились в настоящий праздник как для спортивных болельщиков, так и для представителей спорта, волейбола в частности. Конечно, праздник, потому что это первое место, с новой командой. Девочки очень хорошие, всегда поддержат. Атмосфера вообще бомба, болельщиков куча, болели только за Беларусь. Лия Захаркевич, Мария Ефремова, юный воспитанница отделения волейбола спортивной школы Мозорского, нефтеперерабатывающего завода, готовились бок о бок с уже признанными мастерицами отечественного спорта, как-то Ольга Лозицкая, которая довольна ли обновленной «Жемчужной Полесье» и сбором, недавно прошедшим в агрогроте Тихинича, что в Рогачевском районе. Сбор, конечно, понравился в профессиональном плане, что мы подросли. И было много интересной работы разноплановой, не только мячи, мы много работали и прыжков, и бег, а также постоянно ходили в бассейн в конце дня, поэтому у нас было разностороннее. Также очень понравилось кафе, в котором мы кушали. Хочу отметить, что было очень все вкусно, повара старались, нам угодить было замечательно. Девочки, конечно, подросли, подросли в плане мастерства, немного уверенности в себе, и они немного резкий такой запал поутих, когда хочется всего и сразу. А когда приходишь в зал и понимаешь, что нужно чем-то поработать, то уже немножко успокоились и начали, ну, внимать, как правильно лучше сделать, чтобы был результат. Ну, а что скажут нам о сборе в Тихиничах представители тренинского штаба, главной профессиональной волейбольной дружины Мозорского НПЗ? Ну, действительно, в Тихиничах мы уже не первый год. Там, в первую очередь, после ремонта гостиницы действительно очень хорошие условия были. Плюс еще очень неплохое, что для любых спортсменов важно очень хорошее питание. Также зал все рядом, все есть. И, ну, по роботе я хочу сказать, что девчонки молодцы. Да, понятно, что уже под конец, скажем так, цикла кто-то подустает больше, но все равно видно, что у них есть желание, скажем так, работать и развиваться. Как оценивать свой первый выездной, скажем так, сбор жемчужной полейся Натальи Гончарова, опытная пасующая в сезоне 2023-2024, дебютирующая в составе профессиональной волейбольной дружины Мозорского нефтепорабатывающего завода. Сбор прошел хорошо, продуктивно тренировались физически, в зал, мячи, все это было классно. Лучше стали выглядеть, на мой взгляд. Со временем потихонечку будем добавлять. Если Наташа ключевой игрок жемчужной полейся в плане развития так, то наша следующая собеседница – это оборонительный оплот жемчужного профессионального волейбола. Присезонный сбор в Тихиничах прошел достаточно эффективно, я считаю. С нетерпением ждали возвращения в свой родной зал. Но теперь уже идет непосредственно подготовка к игровому сезону. Очень приятно было снова видеть в составе жемчужной полейся Яну Галлах, которая поначалу думала сделать перерыв в своей активной спортивной карьере. Но любовь к волейболу, жажда игровой страсти взяли вверх. В душе и сердце этой очаровательной воспитанницы из дюшер жемчужной полейся. Сначала хотела сделать паузу в своей карьере, потом поняла, что без этой замечательной игры я не могу. Но вот вернула свою родную жемчужину. Чувствует ли Яна, что в наступающем сезоне ее родная и любимая жемчужина будет блистать всеми гранями своего таланта? Ну да, много пришло новых девчонок, молодых, с азартом. Видно, что хотят тренироваться, хотят занимать высокие места. И надеюсь, этот сезон будет немного лучше, чем предыдущий. Одна из тех волейболисток, кто должен способствовать взлету жемчужного волейбола, Анастасия Павлю, которая довольна ли тем, как прошел сбор в Тихиничах? Ну, я считаю, что все сборы идут на пользу. В Тихиничах были хорошие условия и погодные. Само место проведения сборов тоже было хорошее, погодные условия отличные. Поэтому сборы, я думаю, прошли продуктивно. Примечательно, что на тренировке очень эмоционально праздновала успех Яна Комарова, которая каждое свое действие сопровождала радостным возгласом и оригинальным жестом. Ну, мне кажется, что помогает. Ты тренируешься, настраиваешь себя, а потом в игре тебе становится легче играть. Понравился ли я не сбор в Тихиничах? Достойны ли были условия для подготовки? Какие встречались трудности? Ой, сбор был вообще замечательный. Было тяжело, потому что было очень душно в зале. Но так сборы вообще суперские. Уже второй сезон в главной команде Екатерина Ротнова. Наша юная пасующая надежда и любовь многих и многих поклонников полейского спорта. Сборы прошли довольно интересно. Было сначала трудновато, ну, с непривычки, нагрузка другая, но было интересно. Я чувствую, что где-то набираю какой-то опыт для себя, привела себя в физической форме и надеюсь, что в дальнейшем буду так же стараться и работать. Тезка, одноклассница, подруга Ротнова и Христенко, еще одна надежда полейского волейбола, так же, как и предыдущая собеседница, воспитанница специализированной детской и юношеской школы Олимпийского резерва Мозорского нефтепроводующего завода «Жемчужная Полесье». Сборы прошли хорошо. Было очень тяжело сначала, но мы поехали туда, чтобы работать, чтобы настраиваться на сезон, на игры, нарабатывать игровые какие-то моменты и заниматься уже с мячами. Еще одна Екатерина Чеховских. Снова воспитанница с дюшер «Жемчужной Полесье». И это показательно, что профессиональная волейбольная команда «Мозорска» НПЗ базируется на собственных воспитанницах. Это были мои первые сборы с высшей лигой. Они прошли очень интересно и познавательно для нас, молодежи. Конечно, были сложные моменты, так как там было очень жарко и в зале было душно, из-за этого было тяжелее. Но так мы иногда собирались с командой, могли поиграть в какие-то игры и налаживать контакт. Построение команды – это непросто, а вместе с тем интересно. Конечно же, важную роль здесь играют наставники нашей главной профессиональной команды «Жемчужная Полесье». На сборах получившие отличную возможность вместе с подопечными полностью сконцентрироваться на волейболе, не отвлекаясь на бытовые, скажем так, хлопоты. Ну, у нас было все распланировано, расписано грамотно. Мы совмещали и утренние тренировки, зарядка. Как говорится, как утро начнешь, так и день проведешь. Поэтому утро была зарядка, полезный вкусный завтрак. Потом у нас была утренняя тренировка, как обычно, обеденные соны. Поэтому совмещали все грамотно и с пользой. И девчонки, да, первый цикл у нас был сложноватый, они вливались. Потом уже с пользой ждали и тихого часа, и выхода на вечернюю тренировку. Конечно, после вечерней тренировки, как говорится, за счастье было прийти в бассейн, потому что комплекс хороший, все находится в шаговой доступности. Поэтому девчонкам всем понравилось, кто-то был там первый раз, кто остался под большим впечатлением. Поэтому сборы, как всегда, режим, сон был проведен на достойном уровне. Ну и, конечно, впечатление главного тренера «Жемчужной полейси» Михаила Михайловича Коваленко, который с сезона 2012-2013 работает с женской профессиональной волейбольной дружиной Мозорского НПЗ. Первый вопрос Михаилу Михайловичу о сборах в техничах. Доволен ли наставник данным этапом подготовки? Да, плодотворно поработали, с желанием, что хотели, сделали. Понятно, что впереди куча работы, новый коллектив, новая команда, много молодых. Но все хорошо, и погода порадовала, скажем так, и беговую работу, легкую атлетику подключили, и прыжковую работу, и уже с мячами работали. Самое главное, что вот с желанием. Ратлий Михайлович, возвращение в физкультурно-оздоровительный центр «Полейси-Арена», где «Жемчужная полейсия» выходит на последнюю стадию подготовки к официальному игровому сезону. Ну, еще не последняя стадия, все-таки уже, когда будут игровые действия командные и матчевые встречи, турниры, это тогда уже будет финальная АПК, это как раз вернулись домой, в родные стены. И начинаем уже более четче работать в командных взаимодействиях, налаживать и готовиться к играм. Отметив, что чемпионат страны стартует 23 сентября, для нашей команды матчем в Барановичах, встречей с тамошним «Атлантом» поинтересуемся у нашего собеседника на предмет товарищеских матчей в преддверии официального игрового сезона. Планируем, есть договоренность поиграть с «Менчанкой» второй, в среде недели запланирован турнир в Бресте, пригласили нас, поэтому уже в конце месяца мы начнем игры. Начало чемпионата планируется в конце сентября 23-го, первый тур на выезде с «Атлантом». Ну вот, как мы и говорили, первый тур – «Барановичский Атлант». И там уже на ван сцену выйдет Ольга Владимировна Коноплевича, вне всяких сомнений, один из лучших тренеров статистиков белорусского волейбола. Ну, каждый сезон привносит какие-то новые эмоции, тем более в этом году у нас вообще очень молодая команда, и каждый игрок по-своему индивидуальный. Они молодые, могут привнести что-то новое, интересное, поэтому, что у них ожидать, и как они будут расти, вот это самый вот такой вот интересный момент в моей работе – наблюдать за их ростом. Начиная с сентября, это сейчас будут у нас товарищеские матчи с командами, будет интересно дать их тенденцию. Поэтому жду с нетерпением конуться головой в работу, помочь молодым девочкам, которым, наверное, такой помощи не было в свое время, а сейчас это им можно пользоваться. Поэтому я рада, если будут ко мне обращаться, я буду полезна им. Как мы уже рассказывали, с сезона 2023-2024 у профессиональной команды «Жемчужная Полесья» новый руководитель Владимир Николаевич Коноплич, в прошлом году возглавлявший отделение волейбола специализированной детской и юношеской школы Олимпийского резерва «Жемчужная Полесья», тренер высшей категории, кстати, первый наряду с Петром Владимировичем Пархимчиком, наставник Дианы Васьковской, а также спортсменки национальной команды Республики Беларусь Дарьи Вакулко. Команда прошла сбор, на данном сборе я присутствовал несколько дней, посмотрел, как девчонки работают, в каких условиях, скажем таки, с какой отдачей они это делают. В принципе, со стороны за те дни, которые я там находился, мне очень все понравилось, была очень довольно-таки рабочая атмосфера, с полной выкладкой, я бы даже сказал, предсезонка, она всегда отличается более таким, имеет насыщенный более характер, плотную работу, потому что это идет накопление базы на предстоящий сезон, который у нас предстоит длинный, и хочется сказать, что да, команда в этом году молодая, но мы надеемся и верим, что она покажет достойный результат, потому что девчонки все очень амбициозные, заряженные, и мы надеемся, что в этом сезоне прервать какую-то такую сложившуюся не очень совсем хорошую тенденцию. Нет сомнений, что сезон 2023-2024 станет ренессансом для нашей главной «Жемчужной Полесье», и она сделает существенные шаги по возвращению на вершину отечественного клубного волейбола, туда, где и надлежит быть женской профессиональной волейбольной команде Мозорского нефтеперерабатывающего завода. Ну что ж, друзья, дорога оселит идущей, и мы не сомневаемся, что в этом сезоне наша команда наберет победный ход. Переживайте за «Жемчужную Полесье», поверьте, наша команда этого достойна. А на сегодня это все. С вами было волейбольное обозрение Евгений Монархович и Вячеслав Приписнов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова